Юли Мама ее успокаивала, но что толку, когда все вокруг вот-вот начнут летать, а она так и будет сидеть у окна, смотреть на подруг в небе, завидовать и мечтать? Все равно полетят не все, говорила мама, это не так просто, как кажется, и не всем дано. Но ведь у них крылья, возражала Юля. Это ничего не значит, отвечала мама. Юля не верила. Правда, она видела время от времени крылатых нелетающих, но про них говорили, это ненадолго, или врач запретил, или упала однажды, а теперь боится, или еще что-то. Юля горько усмехалась. Если есть крылья, думала она, как можно не летать? Первой в классе взлетела Анька Сафанова. Никто и не удивился, отличница, красотка, так и должно быть. Но когда следом за ней полетела Нина Давыдова, у Юли случилась истерика. Дома, конечно, не на виду у всех. Давыдова, толстая, неуклюжая, скучная и занудная. Это было очень несправедливо. Девочек поздравляли. Юля рыдала. Мама отчаянно пыталась помочь. Ну, как поможешь, когда вокруг все летают, а твой собственный ребенок без крылы? Юлька это не от возраста зависит, уверенно говорила ей подруга Катя. Моя тетя впервые полетела, когда ей было уже тридцать четыре года. Катя не стала уточнять, что после этого тетя слегка повредилась в уме и использовала любую возможность, чтобы полететь. Она летала так часто, что уже весь город знал ее по имени. Я не хочу в тридцать четыре, говорила Юля, глотая слезы. Я хочу, как все. Да ладно тебе, небрешно отмахивалась Катя, у которой крылья торчали уже вовсю. Мне сегодня-завтра полетит. Успеешь. Юля однажды прочитала историю без крылы Марины и очень вдохновилась. У Марины крылья не выросли вообще. Даже намека не было. Честно прождав сорок лет, она отметила день рождения и сделала себе искусственное. По чудом сохранившимся чертежам Леонида Критской. И даже пыталась летать. Но потом поняла, что это как раз необязательно. Стала заниматься такими же, как она, без крылыми, и теми, у кого крылья оказались недоразвитыми. Помогала принять себя такими, какие есть. Вскоре обе скрылые Марины узнали все. Юля мечтала с ней познакомиться. Когда узнала, что Марина давно нет в живых, рыдала полудня. Кто-то потом рассказывал, что после ее смерти часть учениц отсекли свои крылья в знак скорби. Однажды пришла Надежда. «Ты должна...» Начала она с порога. «Нет!» Отрезала Юля. «Что нет?» Опешила Надежда. «Ничего и никому я не должна!» Твердо сказала Юля. «Господи, ты говоришь такими штампами, что аж перья дыбом встают. Плевать!» «Летать, значит, не хочешь?» «Хочу!» «Тогда ты должен...» «Тогда стоит попробовать способ алифтин. Это еще кто?» «Неважно, но способ простой. Каждый день надо выходить на крышу, подходить к краю и ловить восходящие потоки. Руками, ногами, лицом. И все?» Недоверчиво спросила Юля. «Да». «И когда я полечу?» «Через пару месяцев начнется процесс. Вранье!» «Нет!» Сказала Надежда. «Это работает. Главное, впускай поток в себя. Сначала мысленно. Потом начнешь чувствовать, как он проходит по жилам, по костям. А однажды ты увидишь, как волосы взъерошатся, как будто изнутри. Поток пройдет через тебя насквозь и сразу крылья пробьются. «Так хочется в это верить», сказала Юля с тоской. «Верь!» Сказала Надежда. «Вот увидишь!» Юля по-прежнему ходила в школу, а вернувшись домой, сидела у окна. Регулярно выходила на крышу, ловила восходящие потоки. В одном месте они были особенно сильны. Юле казалось, что она наконец нашла себя. Поймала свой ветер. Да еще с удивительно сладким запахом. Но через месяц случайно увидела, что под тем местом, где она ловила поток, по стене дома проходит вентиляционная труба. Вытяжка из пекарни на первом этаже. Мечта рухнула. Неделю Юля сидела дома, а потом нашла в библиотеке копии тех самых чертежей Леонида Критской и решила стать второй бескрылой Мариной. Эта мысль ее вдохновила настолько, что она стала бормотать. Леонида и Марина, помогите мне скорее. Леонида и Марина, помогите мне скорее. И вдруг уловила ритм. Леонида и Марина, помогите мне скорее. Я как будто субмарина. Что осталось без Марии? Юля испуганно замолчала, закрыв рот ладонью. Что происходит? Почему? Зачем? Но остановить это было уже невозможно. О спасительнице странных и обиженных судьбой. Всех, кто здесь и в дальних странах не справляется с собой. Кто прибит дорожной пылью, ничего уже не ждет. Нам нужны совсем не крылья, а надежда на полет. Юля смеялась и плакала, но продолжала говорить в этом странном ритме. Рифмы возникали сами собой, они лились просто и естественно, возникая из ниоткуда. Оттуда же приходили и слова, нужные и точные. Словесная вязь то плотным коконом окутывала Юлю, то растворялась, как сдуваемая ветром паутинка. Девочка ничего не замечала. Она была абсолютно счастлива. Может быть, впервые в жизни. Вечером, когда мама вернулась с работы, Юля спала на диване в гостиной. Футболка на спине топорщилась. Крылья росли стремительно и бесповоротно. Но даже гениальная проза, на мой скромный взгляд, даже если толстовская проза, она уступает пушкинским стихам. И поэтому я с большим удовольствием, надеюсь, с удовольствием и для вас, я хотел бы приступить, перейти от прозы к тем стихам, которые пишет мой друг. Я считаю, что это... Мы потом поговорим о том, что это такое, а сейчас я постараюсь вам это передать от души к душе. Из воспоминаний, так это называется. В теплом сумраке перехода с театральной к охотному ряду мне исполнилось 32 года. Ровно столько, сколько не надо. Там играл на гитаре кто-то, карты падали с деки на пол, и летела футляр банкнота, и портвейн на цемент капал. Рядом с теми, кто мог сбацать «Happy birthday to you, Олег!» я отметил два по шестнадцать, набухавшись до кока-колик. Запятак переплыл лету, забесплатно полез в драку. Это был переход к свету, или нет, переход к мраку. В чем отличие зерен от плевел, я не знал, а телом услышал. Переход на другой левел, переход на полтона выше. Но с тех пор остаюсь на месте, я, похоже, во сне психа. Черви кончились, козырь, крести. Не подскажете, где выход? Вот кухня, вот посуда, вот еда. Чего еще? Ну, вот кровать для спячки. Из крана каждый день течет вода. В шкафу с голодных лет храню заначки. Ночное небо, полная луна, и, если это август, звезды, много. И что еще там видно из окна? Ну, где-то вдалеке гудит дорога. Балкон открыт, и летний жук жужжит, и ветер шевелит страницы книжки. Довольствоваться малым, просто жить, как в нашем детстве жили все мальчишки. Пусть так и будет, беды далеко. Все живы и здоровы, слава Богу, и пишется, и дышится легко, и время не торопится к итогу. Стихотворение, которое я люблю отдельно, отдельным своим каким-то непонятным сердцем, просто потому, что это некая квинтэссенция описания и проникновения в страну, которую я очень люблю сам. И, собственно, мое сердце принадлежит этой стране. Так получилось. Ничего не было для этого сделано специально, но это абсолютный доказанный факт и доказанный не единожды. Стихотворение называется «Август». Во внутренней Молдавии моей Поля полны, Деревья плодоносят, Там нежен абрикосовый рассвет И дынный полдень, И закат арбузный. Вот-вот созреет первый виноград, Он хлынет в бочке, Потечет по жилам. Мой внутренний крестьянин Каждый день Гнет спину, Обрабатывая землю, Потом неспешно режет помидор, Глотнув вина, Закусывает брынзы И луком. И опять идет пахать, А вечером ведет домой корову. Со звоном молоко бежит в ведро, И пар струится, И роса ложится, Спят куры, И во сне ворчит дружок, Под лампой у крыльца Летают мошки, Цикады начинают свой концерт, Покой и равновесие в природе. Мой внутренний крестьянин Смотрит вверх, Он видит млечный путь И слышит Бога. Ну, немножечко, поскольку жизнь, К сожалению, чаще всего материальна, То и стихи иногда... Мне уже кажется, что это я все написал, Мне так хочется, чтобы я это все написал! Но, понятное дело, Понятное дело, на лавры я не претендую. Значит, мы переходим к несколько более такому меркантильному, Но тем не менее поэтическому мирозданию. Стихотворение, которое называется «Кофе». Локации, конечно, из Москвы, Потому что Олег уже много лет в Москве, И он питается, Он берет фактуру, И, соответственно, таким же образом Все это потом Выливается на бумагу. В переулке у чистых прудов С ног сшибал запах кофе, Там за стойкой кофейни Стоял обаятельный профи. Он болтал, Его руки мелькали, Машина гудела, Лился кофе И вспенивалось молоко, То и дело. Громко хлопала дверь, Чашки жалобно звякали с полок, Понимая, наверное, Век их уныл и недолг. Кофе тек водопадом, Борис-то выкрикивал «Настя!» Подходила девчонка С рисунком на тонком запястье. И когда ее длинные пальцы Ложились на чашку, Замирала Москва, Выдыхая устало и тяжко. Застывали собаки, Прохожие, птицы, машины. Все вокруг становились На крошечный миг недвижимы. Пару долгих секунд Этот город был нем, Как открытка. А потом, наконец, Ее губы касались напитка. Все опять возвращалось. Гудение, шумы, Ляск трамвая. И она у окна замерев В ожидании рая. Настя, он не придет. Он не пьет ни эспрессо, ни латте. У него на счету круглый ноль, А на жизнь заплаты. Он, насмешлив, Твердит, что столичные девушки стервы. И мечтает вернуться в Саратов, Открыть автосервис. Настя смотрит в окно, Там темно, Там все так одиноки. Проверяет фейсбук, инстаграм, Ставит лайки и чмоки. Вносит правку. Все сложно В свой честно расписанный профиль. И горчит ее черный, Остывший, Чуть тронутый Кофе. Спасибо. В сентябрь. В сентябрь. Так называется. И мы в сентябре. Но что здесь написано? До осени каких-то пару дней Осталось дотянуть и в депрессуху. Ругать столицу, Слякать дождь, Разруху И становиться с каждым днем больней. Забыть на даче старого кота, Страдать От невозможности не думать О нем, О деньгах, Смерти, О госдуме, О жизни, Что давно уже не та. Смотреть на двор, Упершись лобом в окно, На дворника с метлой, Ведром и тачкой, На даму С обязательной собачкой. Ну, чисто, Чехов, Хоть снимай кино. И о любви вздыхать, Опять о ней, О той, что без просвета И ответа. Но это позже. А пока что лето, Еще чуть-чуть, Каких-то пару дней. Восгоняем, восгоняем, Восгоняем. Оставайтесь, люди, Наши лица, Но тут уже название О многом говорит. Стихотворение называется Семья в депрессии, Отец на подъеме. Приходит старшая дочка И говорит, Отец, Я смыслов не вижу, Пора ставить точку, Мне короче конец. Приходит младшая тоже, Я больше не могу, Школа отстой, Мне никто не поможет, Жизнь согнула в дугу. Я говорю им, девки, Нынче у всех тоска. Я на работе, На семидневке, Ну, а вид живой пока. Ну, черные крылья депрессии Раскрылись и надо мной. Забыты друзья и веселые песни, Забыт порыв трудовой. Отвечу жизненным текстом. Скажи мне, старшая дочь, Ты в жизни хоть раз Занималась сексом? А? Так, чтоб целую ночь. Ты кричала от счастья, Испытывала оргазм? Прежде чем сдохнуть, Начни встречаться, Трахнись хотя бы раз. Папа, ты спятил, что ли? Старшая мне в ответ. А я развиваю успех. Да, Коля, тебе же шестнадцать лет. Пора, любимая дочь, И счастье познать сполна. И, кстати, неважно, Днем или ночью. Потруга ты или жена. Не надо считать меня падшей, И пальцем вертят у виска. А я перешел К озадаченной младшей. Тебе это рано пока. Ты ведь любишь поездки, Мечтаешь увидеть мир. Но шторы задернуть, Закрыть занавески, Забыть визуальный пир. Тебя еще ждут Канны, Венеция, Прага, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Лондон туманный И всякий прочий экстрим. Довольная перспективой, Младшая тоже ушла. Не то, чтобы я ее сделал счастливой, Но смысл она обрела. Все от безделья, братцы. Кричу, Приберите дом! А не мне, Но, папа! Жизнь продолжается, Идет своим чередом. Я не делал специальный финал. Еще одно на сегодня от меня стихотворение Олега Булгака К случаю с замазыванием Бродского в Питере. Так это называется. Фишка в том, Фишка, да, Жаргон, В том, что, к сожалению, Я представляю собой здесь Достаточно полицейское государство, И там как бы чего не вышло Уже на каждом шагу. То есть, Если идеальный портрет Бродского На улице его не согласован, Кто приходит, И что происходит, Его просто затирают, И как бы чего не вышло. И вот, видимо, На Олега это повлияло. Это на всех культурных людей влияет. Дело даже не в России. Дело в том, Что мы живем в мире, Который, в общем-то, Меняется, на мой взгляд, Не совсем в ту сторону, Которая приличествует. Но, если, Если, Тем не менее, Не то, чтобы мы противостоим, Но мы предлагаем свой ответ. И это не просто мирный ответ, А ответ талантливый. И, в общем-то, Даже гениальный. То мы на своем месте, Мы поступаем правильно. Мы люди. Мы граждане. И мы хороши. Я надеюсь, Что сейчас вы тоже это оцените. Вот такая реакция На замазывание Бродского. Нарисуйте завхоза Поверх Бродского. Напойте лепсы Поверх Высоцкого. И верните Колумба На водоотводный канал, Чтоб он открыл Тут Америку И назад у канал. А мы бы зажили вдруг Другой жизнью Поверх прежней. И были б не Путин, Не Ельц, Не Горби, Не Брежнев. Я женился бы Только раз. На ком? А бог есть. Но детей у нас было пять, А может быть, Даже шесть. Я б не мучился В поисках рифмы И правильного аккорда. Не читал бы умных книг, Изображая из себя Лорда. Огорбатился бы На стройке Простым прорабом. Пил бы водку, Изредка Шлялся по бабам. Да уж, Как ни старайся, Кого ни меняй местами. Что ни клади поверх, Все равно лучше не станет. Говорят, Таджик, Что замазал Бродского, Спокойно ушел на ужин. Но я правильно, Что замазал. Никому он тут Больше не нужен. Спасибо. Олег Булгак, Автор. Друзья мои, Я в шоке. Я гений. Если бы я это читал, Никто бы не понял. А так? Юра, спасибо. Потрясающе. Просто потрясающе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.